я пронумеровала яйцо к 500 начиная с поворотного вот этого вот рычажка 1 вот она для чего я хочу выяснить при невыводе с какой части инкубатора вывод хуже то есть с головы где мотор сам работает или с хвоста вот поэтому все яйца пронумеровала во всех трех инкубаторах все три инкубатора будут заполнены по завязку с надставкой и у меня еще остается остается яйца вот это право скопировано на одной из надставок 33 штуки а вот это те которые лежат с маленькими повреждениями те которые вот здесь это яйцо по той или иной причине не понравилось ну то есть она или очень мелкая или кривое вот это вообще без дефектов ну короче что-то тут как-то не так вот его придется положить просто на 1 инкубатора попробую вот так сделать потому что ну не выбрасывать же в конце концов и вот четыре штуки всего с коробки битых вот такая закладка коп 500 получается сегодня 20 7 уже 30 30 апреля вот нас яички коп 500 чехия крутится 15 день 14 суток на 15 пошли есть яйца которые не уместились и находятся вот там внизу не видно вот так вот видно они лежат просто так без переворота внизу яйцо достаточно крупное было и даже с надставками во все три инкубатора мы в общем него не смогли его уместить полностью все яйца у нас подписаны от нагревательного устройства в другую сторону вот сюда и и основной лоток и дополнительная надставка яйца подписаны от одного там до соответствующего количества по этим цифрам я хочу сделать какой вывод где яйца получаются не выводится у нагревательного элемента или с другой стороны те яйца которые внизу они не пронумерованы сейчас мы будем его скопировать на место тех которые не оплот положим яйца которые лежали снизу но если они у оплот и поэтому яйца которые лежали снизу меня будут без цифры то есть если они в итоге останутся не выведенными то я тоже могу это понять значит яйца нельзя вот так вот класть без поворота даже на какой-то срок вот такой вывод получится посмотрим что получится в общем во всех инкубаторах в трех яйца пронумерованы первые яйца здесь и погнала сюда на каждом циферка написано потом посмотрим что останется вот пока так у нас инкубаторах крутилась триста одиннадцать штук из них 15 не крутилась а просто лежала внизу и воле у судеб получилось так что у нас именно 15 яиц и неоплод один к одному в общем все яйца неоплод плодотворенные мы заменили вот они или неплодотворенный или замерзший на ранней стадии еще ничего не било поэтому вот смотрите какая фигня получается а так по цифрам в итоге у нас выходит что осталось в инкубаторе крутится двести девяносто шесть яиц 317 было 6 штук расколочено было 311 в итоге в инкубаторах лежали и 15 у нас неоплод вот так двести девяносто шесть штук остается о я одна не посчитала так что это получается действительно ровно пять процентов я не посчитала вот это яичко оно разбито двести девяносто пять 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 процентов неоплод на самом деле это отличный конечно результат для кубов в общем ожидаемый но хорошо короче получается так так смотрите нумерацию яиц которые получились неоплод один восемь девять двенадцать с разных инкубаторов поэтому цифры могут повторяться например как здесь два двадцатых яйца в разных инкубаторах неоплод два двадцать восьмых яйца в разных инкубаторах неоплод 31 35 40 42 43 49 57 вот представьте две пары у нас совпало магия магия чисел саша арет он так но получается я не нахожу закономерности местоположения яйца пока потому что но тут в общем и не должно быть если они неоплод никакой закономерности но если это недоразвитый какой-то там зародыш где-то там ждет или где-то там наоборот холодновато то в инкубаторах было бы наверное больше систематичность этого процесса не развитие я имею ввиду поэтому пока вот так 16 яиц минус у нас начинается вывод кубов верхние яички в лотках я пометила для того чтобы определить что они именно из лотка красным фломастером черкотинки сделала для того чтобы потом по цифрам и по этой метке понять в какой части инкубатора яйца лупятся хуже всего посмотрим на всех оставшихся яйцах может быть есть какая-то закономерность так инкубация окончилась коп 500 все у нас вышли вот это остались яйца из 200 из 317 яиц 6 мы разбили но точнее был бой не знаю встречи на не положены были потом 15 неоплод осталось 296 яиц до 15 неоплод еще одно было разбито 200 нет все правильно 296 из короче ужас опять все запуталась вот окончание инкубации 31 яйцо у нас не вышло значит в итоге из 317 яиц 6 был бой заложили 296 яиц и 15 вниз положили на дно по стечении времени какого-то делали скопирование 15 как раз яиц у нас и было не оплодотворенных и того ведь так и осталось 296 крутится из них 4 задохли к и вот это 31 яйцо не вылупилась получается что у нас цеплят 261 261 штука вот на данный момент уже два выпали из строя то есть один затоптыш был и второй тоже на него там что-то упало опять чипы какой-то вот того мы сейчас имеем на данный момент на 23 мая 153 цыпленка на этих яйцах есть метки помните я метки ставила да например вот так цифра 3 и и красная метка она немножко размылась но видно вот это яйцо из надставки вот это яйцо без надставки метки красный нету 11 таким образом я нарисую схему с нумерацией яиц и посмотрим можно ли как-то систематизировать количество вот это не вылупившихся яиц с местоположением их по отношению к нагревательному элементу и к вентилятору если какая-то связь но посмотрю посчитаю в общем путь получите ли нет мне самой было интересно буду обводить кружочком цифру куны яйца которая не вышло яйцо по месту его нахождения будет понятно и и если так как это яйца собраны с трех инкубаторов цифры могут задваиваться или даже затраиваться например везде в трех инкубаторах допустим десятое яйцо не вылупил значит мы его введем тремя кружочками красными вот так будем делать потому что в итоге мы конечную на конечной стадии все яйца сгребли в один инкубатор понятно не три же у нас будет калашматить да по 10 штук в общем-то оплот получается их оплот хороший и вывод хороший по-моему мы считали 83 процента у нас из ста процентов заложенных яиц получились цыплятки я думаю что это неплохо но как всегда у коба все с этим хорошо остается работать над инкубацией чтобы вот эти яйца тоже выводились я думаю что это скорее даже наше инкубационная вина чем вина производителя яйца так что яйцо действительно хорошее вот так посмотрим что получится